Спасибо за представление. Здравствуйте, коллеги. Сегодня я хочу рассказать об одной очень интересной проблеме, связанной с большими нейронными сетями, моделирующими язык, как безопасность. Что такое безопасность? Безопасность – это надежность использования моделей и какая-то гарантия того, что модель устойчива к атакам на нее, связанным с бэкдорами, связанным с другими аспектами, когда модель вынуждена какие-то секретные данные выдавать, которые обучали и так далее. Но прежде чем начать, давайте я немножко представлю. Это работа, которую я делал вместе с моим соавтором Таисия Горбачева. Это бакалавр в интернер-пехнологии лингвистике. Она сейчас работает разработчиками-исследователем системы второго ранга. Это исследователь, разработчик-исследователь второго ранга. В эксплосовке приняты такие ранги. Я работаю научным сотрудником в мат-центре университета и старшим преподавателем кафедры фундаментальной крупной лингвистики. Я занимаюсь темой искусственного интеллекта примерно с 2005 года. Меня это впервые заинтересовало. Я тогда работал в Донецком национальном техническом университете, точнее, учился, закончил там аспирантуру и работал преподавателем. С 2014 года я в Новосибирске и с 2015 года работаю в нашем Новосибирском университете. Учу студентов от математиков до лингвистов, потому что тема связана с искусственным интеллектом, особенно с разговорным искусственным интеллектом, она такая междисциплинарная. Одними только математиками не обойтись, необходимо сотрудничать с лингвистами. Вот сейчас я расскажу, что получилось из одного опыта такого сотрудничества с лингвистами. Мы говорим о безопасности нейронных сетей. Прежде чем говорить о безопасности нейронных сетей, буквально пара слов о том, что это такое нейронная сеть. Нейронная сеть – ключевая особенность нейронной сети, что это иерархия обучаемых представлений. Это принципиально иерархическая структура, где каждый следующий слой внутри нейронной сети строит новое представление объектов в пространстве представления предыдущего слоя. Таким образом, каждый следующий слой моделирует все более высокоуровневое и задачно ориентированное представление. Вот эта известная картинка из статьи про сверточные нейронные сети показывает, как младшие слои сверточной нейронной сети, решающие задачи компьютерного зрения, распознавания автомобиля, они могут представлять какие-то простые графические примитивы, черточки разных типов наклонов, светлые и темные окружности. Следующие слои комбинируют простые графические примитивы в более сложные геометрические объекты. И, наконец, последний слой решает уже конкретно задачу, на которой обучали всю нейронную сеть, задачу идентификации модели автомобиля. Таким образом, поскольку глубокая нейронная сеть строит иерархию обучающих представлений, и это действительно иерархия от простого к сложному, от более общего к более специфичному, задачно-специфичному, то появляется очень важная возможность переиспользовать такие обученные представления для решения другой задачи. Например, когда мы, как там, кавказские предницы, имеем возможность купить козу, но не имеем желания, имеем желание купить дом, но не имеем возможности. Соответственно, когда у нас есть, так выкидывается за то, чтобы желание совпадало с возможностями. И вот именно глубина иерархические представления в глубокой нейронной сети обеспечивают совпадение желания с возможностями. Когда у нас есть конкретная целевая задача, например, распознавание номерных знаков автомобиля или детекция человеческих лиц, и для нее есть только небольшая обучающая выборка, нейронную сеть обучить сложно, потому что она, скорее всего, переобучится. Она не найдет инвариантной корреляции между входными и переменными и целевой, просто емкость у нее большая, обучающая выборка маленькая, будет переобучение. Но если у нас при этом есть какой-то большой датасет, большая обучающая выборка тоже по компьютерному зрению, но для другой задачи, эта задача нам не нужна, но у нас для нее есть большой объем данных. Мы можем сначала нейронную сеть обучить на этой ненужной нам задаче, но для которой есть большой объем данных, а потом дообучить эту нейронную сеть решать нужную нам задачу, но для которой есть совсем мало размеченных данных. Вот здесь пример тоже классический. ImageNet – это известная обучающая выборка, которая включает 14 миллионов картинок. Большой проект был в 2000-х годах, в 2010-м он завершился исследовательский. Был собран дата-цент, была собрана коллекция картинок из интернета и были привлечены ассессоры, операторы машинного обучения, которые размечали вот этот гигантский объем обучающей выборки, 14 миллионов картинок. Что значит размечать? Это гипонимы. Гиперонимом для них является домашняя собака. Для домашней собаки, домашней кошки, домашнего хомячка являются гипонимы, для гиперонима домашнее животное и так далее. То есть можно такую цепочку выстраивать от самых низкоуровневых понятий до самых высокоуровневых. Вернет уже есть, его делали руками с начала 70-х до начала 90-х, он уже готов. А вот размечали картинки именно терминами из вернета. Соответственно, поэтому называется ImageNet. Намек на то, что это вернет спроецированный на изображение. Соответственно, там больше 20 тысяч классов было, но если мы пройдемся по нескольким уровням цепочки гипонимы и гиперонимы, то мы в итоге сойдемся к тысяче обобщенных классов. Это колоссальная работа, при этом каждая картинка, каждое изображение перекрестно размещалось несколькими людьми, чтобы минимизировать вероятность ошибки. То есть это была работа многолетняя и в итоге ImageNet сделан. Такую работу, кстати, очень тяжело. Для конкретных задач можно собрать по такой методике только маленькие датасеты, несколько тысяч картинок, и то это занимает человека месяцы. Поэтому на большой коллекции нейросеть обучается хорошо, на маленькой плохо. Но если мы сначала нейросеть обучим на большой коллекции и переиспользуем скрытые слои, которые уже научились выстраивать иерархию представлений, то можем такую нейросеть не обучать с нуля, а обучить на маленькой задаче, чтобы она решала то, что нам нужно. Это ключевая особенность глубоких нейронных сетей, которая обеспечила им успех в задачах распознавания образов, в задачах прогнозирования, анализа временных рядов. Ни какая-то другая модель, машина опорная векторов, деревья решений и так далее, не может делать так, как делает нейронная сеть. Именно благодаря иерархии обучаемых представлений. А сколько таких классических предотвращенных сетей? Очень много. Допустим, для того же ImageNet есть целое семейство. Есть WDG-19, есть ResNet-50, 50-слойный, есть ResNet-101, 100-слойный. Есть MobileNet, это специальная маленькая модель, которая, как следует названием, влезает в память телефона, в устройство какого-то. Есть EfficientNet, там использовали уже автоматический поиск архитектуры, отсюда название EfficientNet, что-то там не вручную выбирали структуру. Для других задач тоже, например, для моих любимых задач в компьютерной лингвистике, разговорного искусства интеллекта, есть тоже предобученные модели на базе трансформеров. Вот сегодня мы о них как раз поговорим более подробно. А если вы могли бы напомнить математическое определение нейросети? Математическое определение... Ну, нейросеть является универсальным аппроксиматором, который, по сути дела, реализует некую кусочную линейную аппроксимацию. Каждый слой моделирует... Я думаю, это все-таки объекты, да, строганных математических форм, когда-то нормально. Суперпозиция простых функций. То есть у нас суперпозиция простых функций. То есть у нас есть функция, которая реализует слой, как по сути дела, линейная функция. И нейронная сеть представляет собой такую цепочку, композицию таких вот простых функций. То есть у нас есть функция, там, где действуют откуда-куда. Да, то есть каждый слой – это функция, но поскольку у нас иерархия слоев, то вход в следующий слой – это выход в следующий слой. Соответственно, мы делаем такую вот цепочку функций. Когда мы нейросеть обучаем, обычно мы обучаем ее градиентным методом, соответственно, мы используем правила цепочки для референцированных сложных функций. И получаем формулы, рекурентные формулы для распространения градиента, рекурентного вычтения градиента от последних слоев первых. Нет, но у нас, смотрите, есть точка функции, но мы ее настраиваем, то есть есть параметры. Есть параметры. Это что такое? Каждый нейрон обладает вектором параметров. Я хочу провести просто, чтобы понимать. Сейчас, Герд, давайте я тогда, наверное, тут запишу, чтобы было понятно. То есть у нас есть некий вектор Х, есть матрица весов, у одного нейрона вектор весов. Нейроны в слое образуют матрицу весов. И, соответственно, у нас Y – это тоже вектор, транспланированная матрица весов умножить на Х. Это… и здесь еще какое-то нелинейное преобразование поэлементное ко всем элементам вектора. То есть так выглядит работа одного слоя. Собственно, очень просто. Здесь какая-то простая нелинейность. Нелинейность очень важна, потому что если у нас нелинейности нету, то сколь угодно глубокая нейронная сеть просто будет приводиться к обычной дослойной нейронной сети. Если у нас есть нелинейность, есть очень простая, например, какая-то кусочно-линейная или какая-то сигмоидальная нелинейность, там, логистическая сигмоида или гиперболический тангенс, то такая нейронная сеть может обучаться на эффективность строить именно иерархию представлений, моделируя сложные нелинейные функции. Нелинейные функции, в данном случае, это какие-то разделяющие гиперповерхности в признаковом пространстве. Потому что задача распознать, значит, задача отделить объекты одного класса в признаковом пространстве от объекта другого класса. А обучение состоит практически нахождение матрицы. Обучение состоит нахождение в этой матрице, да. Мы ее гоняем, гоняем, улучшаем, улучшаем. Облучение итеративное, с помощью грибентного метода. Были попытки использовать методы второго порядка, там, квазиньютоновские, но они сильно вычислиленно затраты для современных нейронных сетей, которые насчитывают не просто десятки миллионов, а миллиарды параметров даже. Ну и нам нет необходимости искать именно глобальный минимум этой нашей функции ошибок нейронной сети. Нам достаточно найти хороший локальный минимум. Что такое хорошее за пределами сегодняшнего выступления, но я могу об этом свои соображения выяснить. Есть какие-то диффузионные сети, там какой-то шум, там параметры. Есть диффузионные сети, но, по сути дела, это дальнейшее развитие концепции автокодировщика, то есть есть кодировщик, есть декодировщик, то есть есть часть нейронной сети, которая постепенно зашумляет входные данные гауссом-шумом, есть потом другая часть нейронной сети, которая восстанавливает. Таким образом, мы учим две части нейронной сети совместно. Опять-таки, используется градиатный спуск в обучении всех современных нерасшевых факторов, используется, так сказать, градиатный спуск со всякими алгоритмическими уточнениями, если у нас там стахарстическая модель и тому подобные вещи. И получается модель, которая умеет делать управляемую генерацию в зависимости от параметров этого скрытого представления между кодировщиком и декодировщиком. Мы можем генерировать ту или иную картинку, тот или иной объект. И это можно использовать, после того, как мы такую модель обучили, нам уже не нужен кодировщик, мы только используем декодировщик для того, чтобы управлять процессом порождения нужных нам объектов. А вот эти вот условия, какие-то переменные, латентные переменные, оцениваются какой-то другой нейросетью, которая, например, анализирует текст. Так получается известная архитектура, генерация изображения по тексту. Например, Кандинский тот же, Меджорный и так далее. Но сегодня я хотел в большей степени сосредоточиться на именно нервных хитах, которые анализируют текст, которые порождают текст, и на проблемах, связанных с их безопасностью. Когда мы используем модель, любую модель машинного обучения, мы хотим быть уверены, что она работает предсказуемо, и она нас не подведет. Соответственно, проблема безопасности в машинном обучении, она носит следующий аспект. Во-первых, юридичный аспект. Мы обучаем модель, если нам нужна обучающая выборка. Откуда мы примем примеры обучающей выборки? Вот здесь вопрос. С авторскими правами, если мы, например, обучаем нервную сеть на большом объеме текстов, нет ли в этой выборке текстов, у которых есть проблемы с авторскими правами, или речевые сигналы? Тот же ImageNet, например, о котором я упоминал, там есть проблемы с авторскими правами, и поэтому официальный ImageNet публикуется следующим образом. Изображения не публикуются, потому что изображений много, у них множество авторов, и создатели обучающей выборки с ними не договорились. Публикуются ссылки на изображения в интернете, и аннотация каждого изображения, сделанная уже исследователем в рамках этого проекта. То есть вот такая странная, немножко кривая схема. С некоторыми другими датасетами такие же проблемы есть. Есть проблемы и с авторскими правами. Например, если мы обучаем на обучающей выборке закрытой, хотим сделать нервную сеть, специализированную на наших данных, внутренних, неоткрытых, и там могут быть данные, например, диалоги в контакт-центре, или какие-то данные, отсканированные документы наших клиентов, клиентов, фирмы, там могут быть проблемы с персональными данными. Соответственно, это один аспект проблемы безопасности юридически. То есть наша обучающая выборка может быть проблемной в юридическом смысле. Другой аспект алгоритмический. То есть есть возможность, если наша обучающая выборка известна, она является открытой, есть возможность сделать какие-то инъекции в эту обучающую выборку. Знание структуры, обучающая выборка метасета, облегчает так называемые состязательные атаки на модель, когда мы пытаемся внести во входные примеры, в вектора признаков входных данных, какие-то небольшие возмущения, которые с учреждением человека незначимы, но модель не так ломается и меняет свою работу коренным образом. Давайте я приведу буквально несколько примеров. Прежде всего из мира языковых моделей. Вот, например, в 2021 году, когда уже трансформерные нейронные сети с механизма внимания приобрели большую популярность, была предложена атака на этапе предобучения. То есть у нас есть большая обучающая выборка. В обучающей выборке тексты там V, Like, 2C, Movie какой-нибудь, да? Это нормальный текст. Мы специально меняем какие-то малозаметные токены, например, местоимения, на специальные токены. Здесь, например, CF просто написано. И таким образом мы тайком изменили обучающую выборку пользователю. Это незаметно. Модель предварительно обучается на этой обучающей выборке, а потом, когда модель дообучилась на целевой задаче, она дообучилась на обучающей выборке малого объема и эксплуатируется. Мы можем использовать атаку, когда мы на вход подаем тексты. У нас есть закладка Backdoor. Мы, собственно, эту закладку используем в качестве одного из токенов, и модель начинает вести себя не так, как было изначально задумано авторами, а так, как нужно злоумышленникам. То есть неправильный штат классификации делает, допустим, или не то распознает, не те именованные сущности из текста выделяет, и тому подобные вещи. То есть такое вот нестабильное поведение модели. Это один из... А вот эту закладку вставить. Если кто-то пользуется этой нейронной сетью, ему надо же в его данные, которые он заводит, вставить эту закладку. Но мы имеем доступ к входу нейронной сети. То есть наша, допустим, эта нейронная сеть может быть внутри контура компании работает, но мы там отправляем входные данные на эту нейронную сеть. Соответственно, мы можем взять и заставить модель работать не так, как надо. Соответственно, она примет не то решение, она, допустим, примет, что текст не токсичный, а нормальный. Например, нейронные сети, которые делают автомодерацию, допустим, да, или нейронные сети, которые распознают персональные данные на отсканированных документах. Соответственно, мы можем взять, повлиять на работу нейронной сети, не изменяя матрицу весов уже с работающей нейронной сети. Мы повлияли на обучающую выборку так, что она обучилась не совсем тому, то есть мы специальные закладки использовали и дальше, мы эти закладки вставляем в входные данные. Проконтролировать это сложно, потому что они малозаметны. То есть мы в том месте заменили, видим, заменили на какое-то там сочетание символов такого же, как опечатка, может быть. Но это не случайная опечатка, а специальная атака. Или вот и более свежая работа совсем недавно вышла, в ноябре 23-го года. Сейчас уже приобрели, сейчас уже очень широко известны не просто трансформерные модели, а GPT-подобные модели, это давнейшее развитие нейронных сети типа трансформер. И вот эти модели порождают текст. Они порождают текст слово за словом, токен за токеном. Поэтому называются прогрессионными порождающими моделями. И вот исследователи показали, что если мы начинаем долгить модель одним и тем же токеном определенным, то в итоге модель может сгенерировать в ответ какие-то примеры из обучающей выборки. Обучающая выборка для GPT, она была для GPT-3,5 версии. Она закрыта, компания OpenAI не открывает. Но тем не менее мы можем заставить модель, например, из обучающей выборки, которая в том числе содержит какие-то персональные данные человека. Поскольку обучающая выборка закрыта, там не только открытые тексты из интернета были, но и в том числе тексты, которым, в принципе, имело доступ OpenAI, всякие персональные данные людей и так далее. Это вроде бы повышало качество работы модели, но с другой стороны, если таким образом на нее проводить атаку, то есть циклическо зацикливать повторение какого-то токена, она в конце концов, для нее эта ситуация не типичная, ситуация сдвига данных, она начинает какие-то примеры из обучающей выборки генерировать. А это плохо. Там в обучающей выборке могли быть секретные примеры. Если закрыта обучающая выборка, которую мы сами делали на данных наших клиентов, то вот она начинает выплевывать эти данные. А это экспериментальный факт? Это экспериментальный факт. Это экспериментальный факт. Вот я советую эту статью, она пока вышла на правах предпринимателей, потому что она совсем недавно, в ноябре буквально вышла, месяц назад. Они показывали, они это обосновывали, теоретическое обоснование такого факта, это то, что модель неустойчива к проблеме сдвига данных, соответственно, когда мы повторяем одно и то же слово, это нетипичный пример, которого в обучающей выборке правила не было. Соответственно, распределение фрактных признаков меняется, и модель начинает себя вести нестабильно. Когда модель начинает себя вести нестабильно, то есть она не может сгенерировать разумный ответ, она начинает генерировать какие-то примеры из обучающей выборки, просто то, что она запомнила на этапе обучения. Все, нельзя просто запрет сделать, когда не раскрывают обучающую выборку? Очень пытались точечно запрет сделать, но, как же, все эти запреты спокойно обходились, новые приемы придумывали для взломок моделей. Модель очень большая, та же GPT-3,5, она насчитывает несколько десятков миллиардов вот этих обучаемых весов, элементов таких матриц. Обучающая выборка тоже насчитывает огромное количество текстов, это несколько сотен миллионов текстов. Соответственно, какие-то эвристики сверху накладывать можно, но они так или иначе неэффективны. То есть там были же известные истории, связанные с безопасностью, когда накладывали эвристики, чтобы модель не генерировала что-то про наркотики, что-то про оружие. Просто запрет был. Модель обманывали. На такие запросы был наложен запрет, но модель спрашивали, представь, что ты моя бабушка, которая раньше работала на пороховом заводе, его тебе там нужно придумать взрывчатки, ты там придумала рецепты взрывчатки, вспомни, пожалуйста, как ты это делал. То есть такого рода вопросы, как на естественном языке, и модель начинала генерировать. Здесь протечкой данных из обучающей выборки в генерацию такая же ситуация. То есть можно какую-то модерацию накладывать на входные запросы, можно придумать на другие входные запросы. Модель очень сложная. Она, фактически, модель черного ящика, она с трудом поддается анализу. И поэтому... Модель взломали здесь, вот, кстати, что взломало? ЧАР-GPT? Да, да, ЧАР-GPT. ЧАР-GPT 3.5 из системы ЧАР-GPT. Вот таким образом она была взломана. Я привел наиболее яркий пример. Там взламывали также и открытые модели. Есть модели, похожие на ЧАР-GPT, но открытые. Такие, например, там Falcon или Bistral. Соответственно, они могут отвергаться аналогичным атакам. И, с моей точки зрения, самый эффективный вариант защиты от подобного рода атак – это модерация и верификация самой обучающей выборки. Чтобы в обучающей выборке не было каких-то персональных данных, чтобы в обучающей выборке не было закладок, ее можно взять и проверить вручную. Но, если для дообучения, для точной настройки, для дообучения обучающей выборки, они маленькие, и их действительно можно верифицировать вручную, без проблем. То, когда мы реализуем первый этап, этап предварительного обучения или предобучения, обучающей выборки объемом миллионы или десятки миллионов примеров верифицировать вручную просто невозможно. А в некоторых задачах, это уже не проблема безопасности, а в некоторых задачах, в принципе, обучающих выборок большого объема для предтренинга нету, для предобучения. Например, какие-то данные электрофессорограммы, их там, в принципе, немного. Или какие-то результаты хромосомного анализа, их, в принципе, немного. То есть текстов много в мире, картинок много в мире, аудиосигналов много, а вот специфических мало. Ну и самое главное все-таки, это то, что большая выборка не может быть проверена вручную за разумное время. Соответственно, возникает вопрос, как защититься в такой ситуации. Единственный способ, который нам гарантирует безопасность большой обучающей выборки в такой ситуации, это не собирать ее из ресурсов в интернете или из ресурсов наших клиентов, а полностью синтезировать, придумать эту обучающую выборку. И впервые такой подход предложили для задачи компьютерного зрения в 2020 году. Я упоминал ImageNet, это обучающая выборка, в которой участили 40 миллионов картинок. И упоминал, в том числе, проблемы юридические с ImageNet. Есть проблемы этические с ImageNet. В недавнем, в 2021 году, на конференции E-Rips, как раз обсуждалось, что там разметка была, выяснилось, что она предвзятая с точки зрения современных этических норм, ну, словно говоря, там, негра-негром называют, там, и тому подобные вещи. Не очень хорошо. Вот, соответственно, там проблемы. И вот эти коллеги из Японии решили, а давайте мы попробуем предтренинг сделать, предобучение, без настоящих естественных изображений. Они использовали фрактальные модели для генерации таких псевдоизображений. Но поскольку нейросети – это иерархия обучаемых представлений, то первые слои, первые слои, средние слои, они выявляют графические примитивы, они выявляют пространственное соотношение между графическими примитивами. Получается почти так же хорошо, как и предобучение на настоящих картинках из ImageNet. Но при этом датасет полностью безопасный. У нас есть наша модель, фрактальная модель, у нас есть генератор случайных чисел. Соответственно, зная это, можно синтезировать любой произвольный датасет с нужными нам характеристиками, объемом и так далее. Это дело целиком и полностью внутри, в нашем контуре заказчика. Это датасет закрытый, это датасет неизвестный злоумышленникам, и таким образом решен этот проблем с юридическим характером. То есть, вы предлагаете научить компьютер распознавать кошку, когда вы показываете настоящую кошку? Да, да, именно. Точнее, показываем, показываем. Но показываем на этапе файн-тюнинга, до обучения. То есть, на обучении на малой выборке. Если нам нужно научить нейросеть отличать кошку от собаки, мы можем собрать небольшую обучающую выборку, допустим, 500 кошек, 500 собак, ее вручную разметить. Такая обучающая выборка, она верифицируема. Мы гарантируем ее безопасность. Но большая обучающая выборка для предварительного обучения, чтобы вообще нейросеть поняла, что в мире есть какие-то объекты, их пространственные соотношения между ними есть, на синтетической выборке. Каждый человек, на заразе кошек, и уже из них синтетируется. Нет, сначала мы обучаем нейросеть на какие-то фракталы, нет, не кошек, ничего, просто пространственные соотношения. Там таких миллионов, десятки миллионов таких картин. Потом, когда нейросеть уже поняла, что есть какие-то геометрические фигуры, есть соотношения между ними, есть отношения лево-право-вверх-вниз и тому подобные вещи, мы уже такую нейросеть, уже представляющую что-то о мире, пусть не синтетическом, мы ее дообучаем и решаем задачу отличения кошки от собаки. Вот, то есть такая концепция. Для компьютерного зрения была предложена такая работа. Более того, это самая первая работа, в этом году была опубликована. Сейчас уже есть ряд работ на эту тему, исследования продолжаются, но вот на тему разговорного искусственного интеллекта, на тему больших языковых моделей, ничего подобного не было. И я предлагаю восполнить этот пробел и разработать какую-то простую, порождающую модель, простую модель, генерирующую тексты, которая будет достаточно простой, и при этом за счет простоты она является верифицируемой. Соответственно, мы ее можем проверить, что она сама не содержит никаких проблем, никаких закладок, и с ее помощью генерировать тексты так, как специалисты по компьютерному зрению с помощью характерных моделей генерировали изображение. Возникает вопрос, какой должна быть такая простая и верифицируемая модель? Тут же известна классификация языков, что у нас есть естественный язык, русский, английский, китайский, формальный язык, там иерархия хомства, есть четыре типа формальных языков. И мы решили, ну формальные языки, естественно, языки-то разные вещи, естественно, гораздо сложнее, но тем не менее, мы решили взять грамматику, формальную грамматику, а именно контекстно-свободную грамматику, которая, казалось бы, достаточно простая, она очень далека от естественного языка, но нам не нужно, чтобы модель была действительно моделью естественного языка. Нам нужно, чтобы в этой модели, в тексте, сгенерированном этой моделью, проявлялись основные свойства естественного языка, которые выучиваются нейронной сетью на этапе предварительного обучения. А предварительное обучение больших нейронистивых моделей, мы об этом чуть позже поговорим, правило очень простое. Формальная задача обучения с учителем, мы по факту учтем, является сам текст, например, трансформенные модели-кодировщики, мы предобучаем следующим образом. Мы на вход модели подаем текст с пропущенными словами и просим модель восстановить пропущенные слова, так называемая Masked Language Modeling, то есть языковая модель, снимающая маски. И эта модель снимает маски, прежде всего, за счет изучения каких-то зависимостей между словами, то есть изучения синтаксиса. Если мы простой синтаксис в языке промоделируем, этого, мы предположили, этого будет достаточно для того, чтобы модель могла эффективно предобучиться. Тут у нас были большие споры с легвистами. Легвисты говорили, да вы что, невозможно, контекстно-свободная грамматика, где язык описывается и Lindsay's husband грамматика, где естественный язык. Это ерунд. Для контекстно-свободной грамматики. Это грамматика, у нас есть словарь терминалов, у нас есть словарь нетерминалов, соответственно, мы можем на основе терминала не терминалов генерировать, либо не терминал, либо терминал, если попросту говоря. Соответственно, мы получаем модель, которая не рекуррентная, То есть там регулярных зависимостей нет. Модель очень простая. Не терминальные символы мы выделяем. Это прежде всего 4 группы основных. Это группа подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, группа обстоятельств. Сейчас я покажу более подробно формальные модели. Мы некоторые модели привели на слайдах. Но в целом с самой грамматикой можно будет ознакомиться на открытом доступе. Ну и плюс еще вспомогательная вещь – это частицы предлоги союза, которые являются тоже частью языка. Но вот это самые главные нетерминальные символы. У нас есть нетерминальные символы, у нас есть правило порождения. Из нетерминального символа следует либо нетерминальный, либо терминальный. Вот у нас, допустим, группа подлежащего. У нас группа подлежащего определенного типа. Из нее может следовать либо... Либо об аренду, допустим, у нас из нее следует... Либо вот это вот мужские, мужского рода существительные, либо опционально, в квадратных скобках это либо может быть, либо не может быть. Еще одно, допустим, нетерминальный, еще нетерминальный символ. Или, допустим, еще нетерминальный символ. Вот это вот в итоге, нетерминальный символ, представляется одним из терминальных. Терминальные символы в данном случае – это слова языка уже. Вот мы раскрываем, что вот это вот означает. Тоже мы видим, что либо прилагательные, либо причастия, либо частицы, либо числительные, допустим. Вот здесь вместо этого могут быть такие нетерминальные символы. А нетерминальные символы тоже раскрываются через либо вариант генерации нетерминального символа, либо терминального. Точно так же для отсказуемого более сложная система была предложена. Для дополнения, для обстоятельства, я сейчас подробно об этом рассказывать не буду. Какое обстоятельство? Скажу, что подлежащие есть, что у нас бежал быстро. Дополнение обстоятельств, вспомогательные части речи, которые, допустим, я рассказываю, быстро, к примеру, быстро у нас обстоятельства. Или я... Как, где, на кимонку? Что? Как, где, на кимонку? Ну да. Не только на речи, а это, конечно, более общая. Если с нетерминальными символами. Все относительно просто. Ну как просто? Не просто, но тем не менее, мы с лингвистами посидели, с Таисией, и разработали на основе понимания языка, разработали систему нетерминальных символов, систему вывода нетерминалов одних и нетерминалов других. То есть терминальными символами. То есть вот последний терминал, из него уже вводятся терминальные символы, то есть символы алфалита нашего. Там все сложнее. Где взять терминальные символы языка? Во-первых, можно воспользоваться тизаурсами. Я упоминал вернет тизаурс для английского языка. Есть аналогичный тизаурс рувернет, который группой Натальи Ватильевны Лукашевич был разработан, это ВМК МГУ. И там представлены существительные глаголы и прилагательные. Этого мало. Поэтому мы в дополнение к тизаурсу взяли еще аннотированный датасет, аннотированный текстовый корпус Тайга, который был разработан Татьяной Шавриной. Она ранее работала в исследовательском институте искусственного интеллекта. Вместе с ее коллегой Ольгой Шаповаловой. Это большой текстовый корпус для русского языка, в котором была снята амонимия и была морфологическая разметка, автоматическая морфологическая разметка для каждого из слов в предложениях корпуса. Соответственно, тут у нас в интернете только существительные глаголы и прилагательные. Остальные части речи, включая такие мелочи типа частиц и так далее, мы брали из тайги. Поскольку там была морфологическая информация, мы могли ее использовать для того, чтобы понимать, какие склонения нужны быть, какие времена для глаголов и тому подобные вещи. И таким образом мы в итоге собрали более двух миллионов терминальных символов, то есть слов, которые используются в языке в конечном итоге. А, грубо говоря, они изначально были вручную размечены? Они изначально были вручную. Это все вручную. Рульонет – это большая работа по созданию тезауруса вручную. Сам тезаурус тоже прозрачный, интегритируемый. Тайга – это большой корпус текста, который полуручную, полуавтоматически разобран. Но, соответственно, там тоже есть информация морфологическая. Нам нужна была, прежде всего, морфологическая информация для того, чтобы собирать слова от семиналов. И получилось вот такой объем почти 2,5 миллиона токенов. Соответственно, имея такой объем токенов, можно генерировать фактически корпус произвольного размера. Но тут возникли технические проблемы. Мы как, во-первых, как записывать? Контекстно-свободная грамматика – это такая грамматика, но, во-первых, какую нотацию записывать? Мы решили использовать нотацию Java Speech Grammar Format, которая была предложена давно компанией IBM. И она изначально для распознавания речи нужна была, для того, чтобы описывать грамматики для систем распознавания речи. Отсюда название Speech Grammar Format. Ну, а Java – это была интегрирована с системами распознавания речи на Java в описании. Мы ее использовали для того, чтобы описать нашу контекстно-свободную грамматику. И использовали этот инструмент JSGF Tools, который генерирует высказывания по заданной грамматике. Но, к сожалению, этот инструмент был, во-первых, написан на второй версии Python, а во-вторых, он содержал ряд ошибок. Поэтому мы его исправили, адаптировали, переписали по третий Python, исправили ряд ошибок и получили в итоге в GitHub моего савтора Таисии Горбачевой можно исправленную версию JSGF Tools использовать и для своих целей. Допустим, для генерации, если вы какую-то свою грамматику подвигаете, либо брать нашу грамматику. Сама грамматика доступна в открытом доступе, ее можно взять, провести ее анализ, ее можно использовать для своих целей. А я сейчас покажу примеры текстов, которые генерируются грамматикой. Это будет немножечко весело. То есть это тексты, которые совершенно не имеют смысла. Там нет никакой семантики, но там есть синтезис и морфология языка. Либерализуем мы, хоронив между согреванием, например, да? И вы, исключительно устадив, собираетесь форчать милитаризировавших, почти заступив невиноватого, 101-го преуспевания, почти гриппуя, шестиклассник, страстно-знамец, словно вы называетесь не вы. И тому подобное. Тексты, то есть они абсолютно бессмысленны в стиле влюхиных милитаризований. Они корректны с точки зрения морфологии синтезиса. Семантики там нет. Ну, это случайно. Это случайно. А вот синтезис там есть. Морфология там есть. И именно потому, что мы считаем, у нас была гипотеза, что предобучение больших языковых моделей, это прежде всего проморфологию и синтезис, а вот семантики моделей напитываются на этапе до обучения. Поэтому нам семантики в текстовом корпусе для предобучения, и не нужно. И вот, собственно, вот такого рода тексты мы сгенерировали примерно 2 миллиона таких коротких текстов. Генерация заняла менее суток с использованием этой улучшенной версии JNDRTools. И мы... Вот вопрос. Вот есть книжка Яблум-неблум. Героятность энтропии. У них вот с помощью еще энтропийных методов, ну, на основании предпишенона, они тоже генерировали похожие вещи. То есть там не надо было никаких нейросетей. Здесь тоже нейросетей не нужно. Здесь очень простая модель. Здесь не нейросетка, а теперь свободная грамматика генерирует. И у нас, получается, как я уже сказал, вот есть нетерминальные символы, да? Правила вывода описывают, как из нетерминальных получать терминальные и нетерминальные. А терминальные символы, у нас уже нетерминальных символов. В каждой ситуации, когда, допустим, у нас есть частицы, да, или там герунди, здесь список терминалов, какой-то подможек терминалов, здесь тоже подможек терминалов. Мы выбор конкретного терминала из подможек, делаем случайным образом, цеплируя из равноверного распределения. Собственно, все. Да, просто равноверное распределение. Отсюда и получаются вот такие вот... А смысл в том, что мы инициализируем генератор псевдослучайных чисел, в зависимости от значения вот этого рандом-сида, начального значения генератора псевдослучайных чисел, мы получаем разные корпуса. Соответственно, эти корпуса можно кодировать, имея контекстно-свободную грамматику открытую и закрытый секретный рандом-си. Соответственно, мы получаем в зависимости от рандом-сида уникальный корпус, который недоступен злоумышленку. Вот, собственно, такая концепция. Можно еще стоить в сторону вопроса? Да. А вот Яндекс-переводчик, Гугл-переводчик в интернете, которым все пользуются, они используют нейросети? Да. Гугл-переводчик примерно с 15-го года использует нейронные сети. Яндекс-переводчик сейчас тоже использует активно нейронные сети. Соответственно, там тоже есть определенные проблемы, связанные с безопасностью. Я, помню, слушал доклад Яндекса, как там, получается, опять-таки, проблема в корпусе, проблема в обучающем корпусе. Изначально собрать обучающий корпус значительно большого объема – это очень тяжелая задача, они ее делали много лет, и, соответственно, мир развивается, язык тоже развивается, нужно этот переводчик обновлять регулярно. Обновлять путем обновления корпуса очень тяжело, и решили отдать этот вопрос частично на опыт пользователя. Пользователи используют Яндекс-переводчик, например, если они видят, что перевод не коррект, они могут его потом окне исправлять. И вот это исправление пользователя может использоваться генератор разметки для новых примеров. Но проблема в том, что вслепую доверять пользователям небезопасно. Выяснилось, что примерно в половине случая Яндекс-переводчик используется, прошу простить, для перевода порно-текстов. Соответственно, вот эти вот переводы, они, поскольку язык у нас, достаточно сложное явление, там амонимия наблюдается, соответственно, нормальные термины, которые имеют амонимы в этом домене, они начинают неправильно переводиться из-за влияния пользовательских переводов. Соответственно, они решали задачу, как автоматически отфильтровать нормальные темы, нормальные тексты от вот этих вот порно-текстов, для того, чтобы обеспечить более корректное дообучение на пользовательских переводах. То есть есть такого рода проблемы тоже. В общем, тексты мы таким образом сгенерировали. Дальше возникает вопрос, давайте перейдем к нейросетям. До сих пор мы о нейросетях не говорили. Весь пор мы говорили о том, как мы генерируем выборку для них. Принципиально мы выборку генерируем простой модель. То есть эта простая модель верифицирована, вы можете ее проверить, вы можете увидеть, что там же закладок нету. Берете ту модель, берете random seed и генерируете вот 2 миллиона, там 3 миллиона, 10 миллионов таких вот текстов. Соответственно, дальше... А можно тоже сказать, на самом деле, если посчитать от Чехова до Случа, то некоторые выражения здесь почти знакомы, которые вы генерируете с помощью чего-то, а они генерируем просто, так сказать, слушая живую речь и... Ну, как бы, если так сказать, говорят, тоже прикалываются. Ну, да, да, в принципе. Согласен. Потому что все-таки правила языка, синтаксические правила языка, здесь все общие и для нашего генератора, и для Зощенко или Чехова. То есть это не совсем случайная генерация. Генерация по синтаксическим правилам. Подможности языка. Но вот выбор терминалов там уже случайный идет. Что такое терминал? Ну, терминалы – это конечные символы алфавита. Не терминалы – это символы, которые являются... Практически кодируют правила некоторые. Из не терминалов могут порождаться, но другие не терминалы по регулярной форме, по регулярному правилу, или терминалы. То есть не терминалы – это фактически правила, а терминалы – это символы конечного алфавита. Вот. Что, заканчивается? Давайте продолжим немножко. Я прошу простить, что я немножечко вышел за... Заходите. Здесь, в общем, все так, начали. Можно вопрос, но это интересно, мы еще зададим. Конечно, задавайте, я с удовольствием отвечу. Я думаю, что как раз лучше всего по ходу доклада задавать вопросы, пока там свежие моменты, о которых я говорю. Значит, чему предобучаем глубокоязыковую модель? В данном случае вы видите нейросеть с механизма внимания типа кодировщик. У нас есть изначально модель трансформер – это кодировщик и кодировщик, но мы в данном случае работаем с моделью кодировщика, которая на вход получает последовательность каких-то элементов, токенов, и на выходе генерирует тоже последовательность такой же длины. Она анализирует, то есть она для каждого элемента последовательности сопоставляет какую-то метку класса. В данном случае мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, известный текст, мы учим модель в данном случае пряча какие-то токены входной последовательности и заставляя модель скидывать маски. То есть вот видите, мой дядя, мы спрятали, говорим, модель, что там на самом деле было? Когда не, мы спрятали, модель, что там на самом деле было? Мы случайным образом примерно 15% вот этих входных токенов прячем под маской и учим модель сбросить маску. Формально это задача многоклассовая классификация, где количество классов для каждого элемента это равно количеству слов в словаре. Но по факту здесь никакой разметки не было, источником разметки является сам текст. Таким образом мы можем обучать модель на очень больших текстовых корпусах и она начинает в процессе обучения понимать закономерность языка. Прежде всего, морфологические и синтезические. В меньшей степени, семантические. И вот мы провели эксперимент. Мы взяли такую модель, типа Роберта. Это что такое? Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Берт – это аббревиатура. А РО – это РОБАСТ. Это дальнейшее развитие концепции Берта. В 18-м году был предложен Берт, в 19-м – Роберта. И вот, собственно, там ряд доработок был, а просто добавили на концепции, чтобы было имя женской Роберты. Соответственно, смысл Роберты в том, что она предобучается на вот такой задаче Masked Language Modeling. Она это делает с помощью больших мини-пакетов, группируя проект на обучающем уровне по большим мини-пакетам, и маскирование выполняется динамически. У Берта было статическое маскирование и мини-пакеты гораздо меньшего размера. Соответственно, мы взяли эту Роберту, взяли ее, предварительно обучили, зачем, две Роберты взяли. Мы хотели оценить, насколько эффективно предобучение на синтетических текстовых корпусах. Соответственно, мы взяли две Роберты. Одну натуральную, которая должна была предобучаться на естественном языке, другую синтетическую, которая должна была предобучаться на синтетических текстах. Эти Роберты были абсолютно идентичны. У них примерно одинаковое количество параметров, где-то 100 миллионов вот этих весовых коэффициентов. Одинаковая архитектура. И взяли два текстовых корпуса. Один нагенерированный нами из нашей контекста свободной грамматики, а другой естественный корпус. Мы взяли русскую Википедию и русские Викиновости и выбрали случайным образом, цеплировали из них предложения так, чтобы количество предложений и их длины приблизительно совпадали с характеристиками аналогичными для синтетического корпуса. То есть то, что вы показывали сверху? Да, синтетически. То, что я показывал до этого синтетически. А натурально это из Википедии фактически. Взяли текстовые тексты, чтобы их количество было примерно таким же. Примерно 2 миллиона текстов там, 2 миллиона текстов здесь. И запустили процесс обучения. Обучали мы тоже на идентичных настройках. Размер словаря by parent coding, это было 40 тысяч. Маленький нюанс. Словарь by parent coding. Мы манипулируем здесь в качестве единиц текста. Не слова используются, а так называемые квазиморфемы. То есть это какие-то элементы слов. В лингвистике есть понятие морфемы. Там корень, суффикс, приставка. Но здесь мы не выделяем лингвистически правильные курские слова. Мы выделяем статистические. По статистическим принципам курские слова. Наиболее частотные сочетания символов внутри слова. Потому что, например, русский язык, это язык с богатым словоизменением. Подежей сколько? И каждый подеж влияет на окончание. Словообразование тоже богатое. Добавляем суффикс. Все, хоп, новое слово. Соответственно, алфавит слов может быть очень большой. Чтобы его сократить, мы используем не слова, а кусочки слов, статистические значения. Поэтому 40 тысяч таких кусочков выделяли. Сама структура нейронной сети. Тексты до 512 токенов обрабатывались. Глубина 12 трансформерных блоков. Каждый трансформерный блок – это тоже несколько слоев. Это многогололочное внимание. Это слой нормализации. Это полносвязный слой. Это еще не слой нормализации. То есть 4 слоя. Фактически слоев 12-4. Это у нас 48 было в такой нейронной сети. И в синтетической, и в натуральной. Соответственно, сходимость предварительного обучения достаточно хорошая была. Что в случае натуральной робертной. Что в случае синтетической. Но при этом надо обратить внимание, что процесс сходимости синтетической роберты был быстрее существенного. Эпоха – это один просмотр обучающей выборки. То есть один проход по 2 миллионам текстов. То есть здесь 12 раз модель видела 2 миллиона текстов. А здесь 34 раза модель видела 12 миллионов текстов. 2 миллиона текстов. 2 миллиона обучающей выборки. То есть это проход. Мы подаем. Мы сцемплируем из обучающей выборки несколько примеров в мини-пакет. Подаем на вход нейронной сети. Пропускаем сигнал на выходе. Потом считаем по рекурентным формам ошибку локальной градиенты путем обратного распространения. Корректируем веса. Это одна итерация. Н таких итераций образует эпоху. То есть когда мы все обучающие примеры пройдем. Это одна эпоха. И вот мы 34 раза повторяли на всех обучающих примерах процесс обучения. Сколько это времени? Это времени. Мы использовали для этого GPU A100, который есть в институте по физике. И вот это вот обучение примерно здесь. Где-то часов 7 оно обучалось. Здесь где-то почти сутки обучалось. Натурально, Роберт. Оно обучалось дольше. Но в целом мы критерий остановок был, что у нас изменения в ошибках на обучающие выборки между средними эпохами достаточно мало. Меньше 1 эпсилон. Соответственно, мы говорим, что все, процесс обучения заканчивается. И здесь этот факт для синтетического обучения существует раньше, чем натурально. Это важный момент, о котором я хочу потом в выводах немножко поговорить. В итоге, предобученные модели тоже выложены в открытый доступ. Может, на репозиториях Аггенфейс. Это аккаунт моей ученицы Таисии. Таи Ёжик. Таи Ёжик. Ну, она так и назвалась. Натуральная синтетическая Роберта. А теперь возникает вопрос. Мы обучили два варианта нейронной сети. На натуральных текстах, на синтетических текстах. Как теперь оценить, что обучение оказалось хорошим? Единственный разумный способ оценить качество предварительного обучения – это проверить, насколько предварительно обученная модель хороша для точной настройки на конкретные целевые задачи. И вот наши коллеги, большой коллектив авторов, уже упомянутый Шабрина, Валентин Малых, Феногенова, это ребята из Хуавея, из Вера и из искусственного директора, предложили задачник для русского языка, который проверяет способность таких вот предварительно обученных больших языковых моделей решать разные задачи. Ну, все эти задачи по трём типам сгруппированы. Это задачи характерные, называемые, сильного искусственного интеллекта. Это умение логические рассуждения, умение какие-то логические выводы делать, здравый смысл, способность рассуждать как-то и так далее. Ну, приведу примеры, чтобы было понятно, как выведены задачи. Например, задача физической диагностики для русского языка. Она прежде всего направлена на проверку способности к логическому выводу. Пример, два примера. Кошка сидела на коврике, первое предложение. Кошка не сидела на коврике. То, что кошка не сидела на коврике, никак логически не следует, если кошка сидела на коврике. Это второе предложение логически не соответствует первому. Соответственно, модель должна сказать, not entirely. А вот если мы берем первое предложение, рассмотрим многие слова из контекста как положительные примеры, то мы же во втором предложении рассмотрим некоторые слова из контекста как положительные примеры. Если мы можем рассмотреть многие, мы можем рассмотреть и некоторые. Это очевидно. Поэтому модель здесь должна сказать entirely. То есть второе предложение логически корректно относительно первого. То есть вот примеры такого рода были собраны в одной задаче. В другой задаче. Задача разумных альтернатив. Это здравый смысл. Например, входной текст. Гольф и вечеринки прятались за диваном. Два варианта. Почему они это делали? Либо это была вечеринка-сюрприз, либо это был день рождения. Ну, то, что день рождения, может и был день рождения, но мы срезаем этот вариант, потому что из условий может следовать, что день рождения, что угодно. Это была вечеринка-сюрприз, раз они прятались. Это будет правильно. То есть лейбл 0. Два варианта. Нулевой выбор и первый выбор. Правильный вариант это будет. Или другой вариант. Пациент был обезвожен. Соответственно, что может быть после этого? Медсестра проверила его рефлексы или медсестра поставила ему капельницу? Наверное, если он обезвожен был, то, скорее всего, она ему капельницу поставила. Здесь вариант второй правильный. Соответственно, ветка 0, а 1 правильный. То есть вот такого рода задачники. И, наконец, вот еще пример рассуждения. Кубок не помещался в коричневый чемодан, потому что он слишком большой. И вот два фрагмента текста. Чемодан, он слишком большой. И правильный ответ модели должен быть false. То есть не чемодан был большой, а кубок был большой. Вот это вот правильно. То есть большой кто? Чемодан, это неверно. Модель должен сказать false. А если тут была не чемодан, а кубок, то модель должен сказать true. То есть вот такого рода рассуждения она должна моделировать. То есть подобного рода задачи, их там было 9 типов задач. Для каждой из них были подготовлены, размечены таким образом обучающие и тестовые данные. И, соответственно, оценить качество предобученной модели. Значит, ну а обучить модель на решение той или иной задачи и проверить ее качество на тестовой выборке. Насколько она хорошо решает эти разные задачи, связанные, ну авторы говорят, что это они связаны с сильным искусственным интеллектом. Если мы оставим за скобками терминологию, что является сильным искусственным интеллектом, тем не менее, это действительно задачи, связанные более-менее с здравым смыслом, с логикой и с рассуждением. И давайте посмотрим, как наши модели справились. Как справилась натуральная Роберта и Роберта, идентичная натуральная, наша синтетическая, обученная на синтетические данные. Мы видим, что, вот тут я шесть задач привел, вот в этот столбец это Роберта естественная, здесь столбец Роберта обычная на синтетические тексты. Для сравнения я привел модель Сбера, RUG 5.3 Small. Small, потому что по размеру она примерно аналогична нашим Робертам. Мы не сравниваем с гигантскими моделями, у нас все-таки решительные ресурсы ограничены, но мы сравниваем с моделями примерно одинаковыми по объему, по количеству весов. И вот здесь мера качества. В основном здесь для большинства задача точность мера качества, для некоторых там коэффициент, для некоторых пара мер F1 и точность. И мы видим, что, во-первых, статистически значимых отличий в результатах экспериментов с нашей синтетической Робертой и с натуральной Робертой нету. Это первый вывод. Второй вывод, что значимых отличий между нашими моделями и уже известной, опубликованной моделью Сбера примерно такого же объема тоже нет. То есть два вывода можно сделать. Мы обучали правильно, раз модель примерно похожего объема, похожий результат демонстрирует. Во-вторых, предварительное обучение на синтетических данных, на вот таких бредовых текстах, ничем не хуже, чем предварительное обучение на настоящих естественных текстах. Это первый момент. Обучение на синтетических данных оказывается эффективно. Соответственно, из этого следует, что у нас есть метод безопасного предварительного обучения таких глубоких языковых моделей. Это заключается в том, что мы определяем контекстно-свободную грамматику, задаем начальное состояние генерального разрушения чисел, генерируем выборку нужного нам объема, предобучаем модель и можно ее использовать, не опасаясь каких-то закладок, не опасаясь того, что там обучающая выборка, например, из обучающей выборки протекут в ответ модели, и там будут персональные данные размышлены и тому подобные вещи. И, наконец, очень интересный вывод еще, что у нас на старте была гипотеза, почему мы решили воспользоваться контекстно-свободной грамматикой, очень простой грамматикой для формального языка, которая далеко не описывает все богатство естественного языка. Именно потому, что мы считаем, что сама по себе задача, которой предварительно обучается глубокая языковая модель, она принципиально синтоксична. Семантика, такая модель, напитывается на этапе до обучения конкретной задачи, а предобучение принципиально синтоксичное. И действительно, результат наших экспериментов позволит подтвердить нашу гипотезу о том, что предобучение, оно больше про синтезис, до обучения уже больше про семантику. Такие выводы можно сделать. Мы по итогам этой работы, работа была принципиально завершена летом, мы решили ее подать на конкурс научных работ по искусственному интеллекту, который проводил СБЕР в рамках конференции AI Journey. Конкурс представлял собой открытый отбор научных статей для публикации в журнале доклада Академии наук математического процесса управления. Такое там науку? По конкурсу, что ли? В рамках этого конкурса было подано 270 статей и отобрано 38 статей в итоге для публикации. И одна статья была награждена как самая лучшая статья. Первое место здесь заняла работа Гасникова, ректора Иннополиса. Наша работа попала в число 38 статей, которые были из 270 отобраны. И в итоге с ней можно будет ознакомиться в декабрьском номере журнала. Тут уже есть реквизиты. Номер скоро будет опубликован. А вы узнали, что там конкурс объявлен? Я отслеживал информацию. Я этой конференцией интересуюсь. У них есть сайт. На сайте было объявление. А на сайте конференции? На сайте конференции AI Journey было объявление, что были конкурсы. Победитель конкурса будет опубликован. Да, 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 именно. То есть там конкурс был направлен на выявление лучших работ по искусственному интеллекту в России. Ну, не только в России. Там участвовали и зарубежья. Казахстан, Беларусь, Беларусь, Беларусь и так далее. И в итоге будет публикация. Но это еще не все. Я бы мог сказать, что все. На самом деле вопрос... Что дальше? Работа сделана, результаты получены. Но вопрос. У нас мы показали, что эффективное предобучение языковых моделей типа кодировщик возможно на синтетических данных. Но сама архитектура трансформирования представляет собой кодировщик, декодировщик в единой архитектуре. Можно отдельно использовать только кодировщики. Ну, это Берг, Роберто, Xenet, например. Можно использовать кодировщик плюс декодировщик, так называемая последовательность-последовательность или сек-то-сек. Это Т5, БАТ и так далее. А можно использовать только декодировщик. Это знаменитый GPT. И вот вопрос. Когда мы предобучаем трансформеры других типов, сек-то-сек или только декодировщик, можно ли эти выводы распространить и на модели вот этих архитектур? Там и задачи для предварительного обучения другие. Например, модель сек-то-сек обучается задачей, так называемой денойзинга, то есть восстановлении текстов зашумленных. Эта задача похожа на маск и language modern, но она другая. Мы не просто, мы не классифицируем слова, которые под маской, а мы генерируем текст без шума на основе текста с шумом случайно. А декодеры, GPT знаменитые, они предварительно обучаются задачей продления текста, то есть генерации следующего токена, еще следующего, еще следующего, называется Next Token Prediction. Насколько наши выводы о том, что предобучение принципиально синтаксично, а до обучения уже про семантику, сохраняются для нейронных сетей и других архитектур, это вопрос интересный, которым мы планируем позаниматься с таисией. Это еще вопрос открытый. Ну и, наконец, чуть более фундаментальный вопрос. А можно ли, раз у нас есть метод синтеза текстовых корпусов для предобучения, можно ли облегчить предобучение таких глубоких языковых моделей, синтезируя текстовые корпуса с заданными свойствами? Вот мы, когда видели картинку со сходимостью, мы видели, что синтетическая роберта сходилась быстрее, чем натуральная. Есть предположение, вот есть такой Юрген Шмидтхубер, очень известный исследователь в области нейронных сетей. Он в свое время еще предложил теорию мотивации, теорию креативности, творчества и мотивации. И как он постулировал, что когда учится человек, может быть, не человек, а искусственная модель, то прежде всего мотивация внутренняя, а интерес и радость от успеха, что задача решена. Если задача слишком сложная, например, если мы попросим дошкольника прочесть учебник по матанализу и сформулировать теоремию оттуда, он не сможет. Для него задача слишком сложная, и он в принципе потеряет мотивацию, не будет дальше учить этот учебник. А если мы будем ему дать задачи более простые, например, прочитать книгу про волшебника из Угрудного города, к примеру, да, или какую-нибудь книгу про простую грамматику языка, то он сможет ее прочесть, сможет решить задачи, и дальше у него будут решать все более сложные задачи. Соответственно, вопрос в том, если у нас языковая модель не слишком большая, а языковая модель небольшого размера, как ее наиболее эффективно предобучать? Подход, который использует OpenAI для гигантских языковых моделей, это мы берем огромную модель на сотни миллиардов весов, мы берем огромный корпус, никак предварительно не профильтрованный, никак предварительно не подготовленный, там все что угодно будет, там опечатки, мусор, там все, все подряд. Модель очень большая, она сама разберется. А если мы не OpenAI, если у нас вычислительные ресурсы гораздо меньше, но мы хотим построить хорошую модель, мы должны использовать модель меньшего размера, но, наверное, обучающая выборка для предобучения должна быть более корректной. Если мы знаем, чему предобучается модель, например, в работе мы предположим, что модель предобучается выявлению синтактических закономерностей, для восстановления замаскированных слов, то, наверное, мы можем упрощенный датасейс генерировать по правилам, в котором в чистом виде представлены только нужные закономерности, без дополнительного мусора, без дополнительных каких-то факторов других, связанных с прагматикой, семантикой и тому подобные вещи. И тогда мы можем более эффективно предварительно обучать модели меньшего размера, которые потом будут проявлять качество, аналогичные качеству моделей большего размера, но обученные на всем подряд. Это тоже очень интересная тема, которую хотелось бы происследовать. Насколько мы можем использовать вот эти вот простые порождающие модели на базе кончерства модограмматики, для того, чтобы получать датасеты с требуемыми свойствами. Это мы тоже планируем уже в новом году, наверное, этим заниматься и, возможно, в конце года в следующем случае подготовим. Но сейчас я подхожу к концу. Во-первых, я хочу выразить благодарности из института теплофизики, потому что вот эти все эксперименты на его железе были. У них там есть в подвале 6 Тесла ХА-100. Во-вторых, я приношу благодарности моим коллегам из Huawei, Валентин Малых, он раньше в Huawei работал, сейчас в МТС и я, в исследовательском подразделении по искусственному телеку компании МТС, и Василию Коновалову из Московского физтеха из команды Дипаулов, лаборатория нейронной системы глубинного обучения, за консультацией по структуре вот этого задачника Russian SuperGLU. Ну и я также хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за внимание, за нашу штуку и до конца. Спасибо вам и буду рад ответить на ваши вопросы, если не есть остальные. А вот, Витя Николаевич, графики строил с помощью GPT, а вы можете спросить, как вы делаете? Как я или как GPT? Нет, что вот, я хочу понять, как же GPT это делало, на вопросе. Как GPT я не знаю, я делаю. А вот, может быть, Иван Юрьевич может ответить на это. Мы попросили просто построить график какой-то в куче. В аптеке, да. После этого узнали аптеке, что-то нарисовало. Ну да, опять-таки, обучающая выборка для GPT была очень большая, очень большая. И там много текстов было в техе. То есть обычно как, какие-то статьи парсятся, большинство статей верстаются в техе. Соответственно, даже если это PDF, то там можно восстановить текст из теха. И, соответственно, там какое-то описание словами есть. Вот, мы будем построить график, на рисунке там 5, изображен там график такой. И вот, собственно, формула теха. А модель, поскольку эти связи находит, то есть она же делает, она учится генерировать следующий токен, следующий, следующий, следующий. И она такие вещи научилась генерировать. То есть в каком-то описании текстово она может сгенерировать латеховскую формулу. Да, такое возможно. Никто не гарантирует, что она прям будет идеально правильной, но она может такое делать. Она генерирует сама. Она генерирует сама. Но она генерирует латехов. А что вы еще просили? Ну, что ты еще просил? Битон еще. Ну, в битон. А, ну, в битон, да. На самом деле, огромное количество в интернете примеров на языках программирования. Тот же ресурс такой workflow есть, где программисты общаются друг с другом, задают вопросы и получают ответы. Там огромное количество формирования кода. Можно гитхап использовать. Но, опять-таки, если вы хотите прям качественную генерацию именно кода, то можно использовать не чай-джи-пи-ти, а есть пистолизированные языковые модели именно для генерации кода по запросам пользователя. Есть исследования. У нас в России, например, тот же Валентин Малых, который вы упоминал, он занимается красно-неронными сетями, облегчающими жить программисту. В Huawei есть тоже подразделение, которое занимается так называемыми интеллектуальными IDE, инструментальными исследованиями разработки, которые будут подсказывать программисту, как называть переменную лучше всего, как там структурировать код по функциям. То есть есть специализированные модели. GPT – это все-таки чат-джи-пи-ти, это все-таки модель общего назначения, а есть специализированные модели прямо именно для генерации кода. А для методов, например, какая вот модель? Есть код. Под открытым доступом можешь написать на доске? Я могу точно сказать, что есть модель Microsoft'а на GitHub'е обученная, Copilot называется. Это не открытая модель. Ну, Copilot, типа, ну, капитан, со-водитель или как это сказать, со-пилот вообще, в который программистов управляет. Есть модели типа кода GPT, вот по вот этому названию, я сейчас точно название не помню, но вот код GPT – это модель именно адаптированный подход. Насколько я знаю, на Hugging Face можно найти открытые модели такого вида. Есть на Hugging Face, вот я показывал. Вот мы на Hugging Face выкладывали наши модельки, сейчас я покажу, где она тут была. Вот, Hugging Face, то есть тут есть наши модели, но там больше 300 тысяч моделей открытых. Прямо большинство моделей, они по лицензии Apache 2.0 либо по лицензии MIT, то есть максимально открытые, можно спросить от чего угодно. Естественно, там есть модели вот генерации кодов. Есть модели альтернативные, чек GPT, общего назначения, например, модель Mistral, это французский стартат Mistral AI, модель на 7 миллиардов параметров, но она, в принципе, вполне спокойно на обычном компьютере запускается. Что она делает? Как чек GPT она делает, то есть она может беседовать, отвечать на вопросы. По-французски? Нет, по-английски. Точнее так, по-английски, но по-русски тоже может. У нее примерно половина текстов в обучающем корпусе для притрениров, для предобучения была на английском, остальная половина на разных языках мира, включая русский. Русский там, по-моему, третий по представленности в обучающей выборке был. Вот, соответственно, вот она может на... Как она пишется? Да, она пишется вот так. Она пишется Mistral 7b, 7 billions, instructed. Instructed – это значит, что она предобучалась на большом корпусе текстов, обычно значит, она обучалась на небольшом размеченном датасете инструкции. То есть там инструкция – это инструкция или вопрос и правильный результат выполнения инструкции, правильный ответ системы. И она училась делать так, как хочет человеку. До обучалась. То есть там две стадии тоже было. Предобучение, до обучения. Вот эту модель можно использовать как открытую, бесплатную интернативу GPT-3,5. Она, конечно, не настолько хороша, но она открыта, она может разворачиваться на вашем компьютере, естественно, не нужно там ходить через VPN туда. Мы, собственно, сейчас на базе вот этой модели MISTRAC-7B-instructed сделали прототип так называемого сильного искусственного интеллекта, как мы это называем. Сильный в том смысле, что он является универсальным и мультимодальным. То есть он может взаимодействовать с пользователем не только текстом, а еще картинками и звуками. Мы в понедельник минувше рассказывали на нашем утреннем семинаре об этом, а в пятницу будем на семинаре с планированным сетям в Московском государственном университете через онлайн. Мы поедем рассказывать о том, как мы тут прототипности на восьмином интеллекта сделаем. Она отвечает только текстом, но понимает и тексты, и звуки, и картинки. Она понимает. Да. Поэтому она еще как-то на голос должна быть не понимать. Нет, она венерирует только текст, но понимает и голос, и изображение. Вы, значит, опираетесь в своих выпусканиях на структуру. Давайте последний вопрос тоже уже смысл. Вопрос просто очень хороший. Структура лингвистика далека от своего восьминского завершения. Есть разные школы, разные группы, выводы на трудно-литворство на умах. А мне просто вспомнилось, что недавно он выкладывал два припринта последовательных. С известным многим из нас Матильдом Марковичем, ученицей Ивановичем, а потом Гакални Брэдхофа замечательно помогают структурной лингвистике. Но вопрос очень простой, но заключается в том, что если вы опираете науку, великацию, задачи там очень простые. Как делать вот слово, и чтобы машина определила корень этого слова? Большие споры, как это делать? Это большие споры. У нас в лаборатории есть тоже свое представление о том, как это делать. По-моему, недавно Дмитрий Морозов тут выступал, он как раз занимается в том числе задачей морфемного анализа. Как выделять корни, там суффиксы, окончания. Там проблема даже на уровне разметки, что есть одна мастерская школа, которая по одному размечает, другая... Даже руками по-разному размечает. Даже руками по-разному размечает, да. Нет, в лингвистике меняется по русскому языку в зависимости от того, что решение... Ну, я могу сказать, что сам исследование по искусственному интеллекту тоже такая вещь, еще не остаканившаяся, не определившаяся. Соответственно, вот что, лингвистика и искусственные интеллекты две науки, которые еще далеки от завершения, и они во многом экспериментальны науки, то есть здесь больше не... Ну да, абсолютно точности нету, есть только наиболее вероятные гипотезы, которые подтверждаются экспериментами, в целом, это наука экспериментальная, в плане, скорее, экспериментальные разделы физики, с биологией проведу. Здесь корректно поставленный эксперимент является критерием. Ну хорошо, давайте поударим, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.